здравствуйте дорогие друзья рады вновь приветствовать вас и сегодня с нами уважаемый игорь михайлович данилов катарина добрый день и роберт здравствуйте вот на сегодняшний день в мире наблюдается повышенная концентрация кризисов и вот эти кризисы они один усиливает другой накладываются и усугубляют без того сложное положение в котором сейчас находятся все люди по всему миру и вы знаете мы видим как многие люди осознают что то чем мы говорили на конференциях то чем мы говорили на форумах в передачах оно увы но сбывается прямо на глазах и люди это отмечают потому что мы говорили и о прогрессирующих климатических катаклизмах и о экономическом кризисе и о геополитическом кризисе энергетическом а продовольственным кризисе который на сегодняшний день он не сходит уже с первых полос мировых сми и вы знаете кризисы они по сути усугубляются а времени остается меньше но слава богу есть люди которые понимают что нужно менять вот этот глобальный принцип жизни для всего человечества и они видят выход из этого тупика в построении созидательного общества и вот у этих людей у них есть еще параллельно и некое внутреннее беспокойство относительно того а не слишком ли медленно развивается проект созидательное общество и есть ли в действительности шанс успеть реализовать вот этот проект созидательное общество я думаю медленно медленно очень медленно что мы можем успеть с таким темпом развития созидательного общества да друзья а давайте посмотрим с другой стороны давайте проект созидательное общество ну скажем так получил жизнь всего лишь два года назад да и какой сейчас размах этого проекта огромный назовите хоть одну организацию да или хоть какой-то проект который был в мире с таким темпом роста хороший взгляд с такой стороны а давай еще посмотрим с другой стороны в этот проект ну скажем так никто не вливал финансирование нет никакой поддержки сми вообще только грязь льет больше ничего нет это проект который делают сами люди то есть и он развивается такими темпами это единственный проект за всю историю за всю историю человечества который развивается вот именно с такой скоростью такими темпами столько людей на волонтерской основе это делает за собственные средства друзья и реальной помощи ну скажем от каких-то организаций серьезных или еще чего-то нет и он медленно развивается он сознание обманывает знаете что говорит что медленно развивается те кто ничего не делает даже наши участники некоторые говорят там он же ж ну как вот он развивается но где ж ничего нету кто так говорит опять-таки да те кто не участвует не в проектах те кто не встречается с людьми ну в общем те кто ну вроде бы и в проекте созидательное общество а с другой стороны но он ничем не интересуется ему это наблюдает издалека ну нет издалека есть тех кто вообще издалека наблюдают а эти рядом сидят но дальше скажем так комнаты ничего не видят вот они кого видят тут с кем общаются и все ряд но больше ж ничего нету там да есть ну как вот он же медленно растет да на самом деле он растет очень большими темпами я бы сказал успеем мы или нет тут отвечая на второй твой вопрос друзья мои от нас зависит успеем или нет и опять вот у некоторых товарищей кто может впервые слышать вот за проект созидательное общество случайно вот нас смотрит скажет куда мы успеем зачем мы успеем это что же вопрос куда торопитесь да ну здесь надо так как тут мягко ответить вот хотелось бы да ну скажем так построить созидательное общество до того пока потребительский формат который мы сейчас живем не приведет нас к неизбежному так вот мягонько скажем да успеем или не успеем если захотим успеем же также игорь михалыч а вот время кризисов в которой мы живем такое время турбулентное очень сложное очень можно ли сказать что в это время развивать созидательное общество сложнее в это время во время кризиса чтобы то ни было развивать сложнее но на самом деле кризис это замечательное время что-то изменить почему потому что сейчас люди видят и понимают что все о чем мы говорили в те времена когда не было никаких кризисов когда все было хорошо еще спокойно но относительно спокойно вот такие спокойно да ведь тогда не слушали а когда сейчас сами видят я сейчас не говорю за экономику запись за геополитику за войны мы это выпускаем мы выпускаем сейчас человеческий фактор мы сейчас говорим за климат те изменения которые действительности происходят в климате сейчас только дурак не видит и любой маломайский человек который хотя может ну посчитать простые вещи там ну два плюс два да и тому подобное может сложить и посмотреть прогрессию с которой она нарастает она имею ввиду это климатические катастрофические изменения которые действительности уже происходит и они набирают обороты с таким стремительным темпом что ну можно посчитать сколько нам осталось да то есть ну как человечество более-менее в нормальных условиях существовать не так уж но изменить это может как раз ну созидательное общество скажем так это наиболее приемлемо для всех правильно то есть это единственная вот приемлемая скажем такая вот форма по-другому не назовешь которая бы устроила практически всех людей ну конечно найдутся те кого это не устроить знаете как всегда есть баба яга которая против всего ну это же правда почему потому что вот созидательное общество на предусматривает отсутствие власти над людьми вообще как таковой кого бы то не было ну а некоторые люди которым эта власть вообще никак не светит но и не хочется чтобы вот в будущем они не смогли обладать властью и расстраиваются это также как ограничение капитализации вот один из вопросов острая тема знаете кто возмущается друзья мы вот кто возмущается больше всего и против ограничения капитализации у кого нет деньги вот видите и не предвидится чтобы они были но сознание ему рассказывает что когда-нибудь ты сорвешь джек-пот тебе повезет ты станешь олигархом а тут вот эти ребята ограничили капитализацию ну это же недопустимо а вот как раз олигархи у которых очень много денег вот они как раз за за то чтобы это ограничить чтобы они получили свободу чтобы они вырвались из этого мешка скажем так того который они попали ну это правда потому что не очень хорошо им тоже но они находятся в той ситуации и в качестве заложников заложников своих денег своего положения от них зависит масса людей ну и они вынуждены существовать в таких условиях которых они не хотели бы уже существовать потому что они понимают что деньги ничего не решают да они решают очень много но не то что человеку нужно на самом деле знаешь что что хочет человек свободно гулять по улице дышать воздухом встречать людей улыбаться радоваться жить жить как человек в этом жизнь заключается в общении во встречах это полноценная нормальная жизнь а олигарху это можно нельзя конечно конечно извините что олигарх сходил в туалет там должны пройти десяток каких-то спецслужб еще чего-то а вдруг там кто-то бомбу заложит ну это жизнь ну скажите честно для того чтобы он да я не знаю я не видел ни одного олигарха который мог бы так вот остановиться зайти в любое кафе сесть там попить кофе спокойно да ну как нормальные люди живые пообщаться с кем-то из друзей нет там много условностей много вопросов безопасности чем больше денег тем больше проблем это правда это знают те кто владеет этими деньгами игорь и холочная вот мне запомнилось как вы рассказывали говорили что среди восьми основ созидательного общества есть две основы которые являются таким камнем преткновения для каждого человека это первое вот мы уже только что озвучили ограничение капитализации и второе это вопрос объединения что нам всем нужно вместе объединиться то есть это два вопроса в принципе на которые сознание внутри немножко то ли сопротивляется то ли мы недопонимаем вот эти моменты вопрос объединения он отталкивает гораздо больше чем ограничение капитализации также и вот многие люди они просто не понимают что такое объединение а давайте мы поговорим проще друзья а вот объединение ну скажем так в проекте созидательное общество что оно предусматривает вот ответьте сами себе может объединяемся семьями нет мы объединяемся кошельками нет мы объединяемся огородами у кого она есть нет нет да культурами или культурами да или или что у нас следствие объединение все будут ходить строем под одним флагом петь одни песни да то есть вот зайдет люди перепуганные коммунизмом ну и и многими другими форматами такого тоталитарных режимов вот они просто не вникая в суть созидательного общества начинают пугаться но это просто лень и бестолковость извините называю вещи своими именами почему потому что объединение созидательном обществе предусматривает объединение на идее на улучшение качества жизни всех и каждого нашей жизни вашей жизни друзья именно направление на то чтобы жизнь стала лучше прекрасней и безопаснее извините скажу прямо и просто что ты мой друг жил безопасном мире чтобы твоя жизнь ценилась дороже всего на свете вот на этом нам надо объединяться понимаешь не только твоя жизнь но твоих дорогих родных и близких людей вот в чем объединение построить мир чтобы никто никогда не испытывал голода просто чтобы у всех было достаточно воды еды одежды ну приведу простой пример да вот на сегодняшний день норма на одного человека квадратных метров жилья какая вот я не знаю какая у вас честно у нас я думаю 13 половиной квадратных метров да да я только знаю что в офисе какая норма это тоже хорошо в офисе в офисе это восемь квадратных метров на одного человека одного человека но я не знаю честно как в разных странах по-разному да но у нас по-моему это 13 половиной квадратных метров но у нас вот простой пример давайте приведу у нас есть друзья люди ну и многие из нас жили в стесненных условиях да когда в тридцати там шести квадратных метров живут три человека например простой вопрос человеку комфортно уютно вот с физиологической точки зрения сложно сложно по всем нормам не тем что выдумали люди там знаете вот как ну я проще скажу не просто люди а чиновники назовем так им нужно как-то уменьшить нормы свести к минимуму для того чтобы человек выживал и подчеркиваю не жил свободно а выживал то вот вывели у нас тринадцать с половиной квадратных метров должно быть на одного человека я может ошибаюсь сейчас может нормы сменились ну где-то так для комфортного проживания это давно высчитано должно быть не менее 60 квадратных метров то есть спальня человека должна быть не менее 21 квадратного метра если она у него меньше человек испытывает дискомфорт и точно также если человек питается на кухне но многие из нас скажем так дома питаются на кухне да тут же готовится тут же стол мы и мы кушаем так вот если кухня меньше 20 квадратных метров то в ней оказывается кушать нельзя то есть употребление пищи оно ну не совсем физиологично почему то это теснота ну да это у нормальных людей даже не у тех кто страдает клаустрофобии плюс должна быть обязательно комната обязательно тоже такого же размера не менее 20 квадратных метров где человек мог бы заниматься там или спортом ну и не знаю смотреть телевизор или ну просто лежал на диване она тоже должна быть минимум вот такого размера это для комфорта это на одного человека друзья а представьте вот семье допустим четыре человека это уже сколько должно быть квадрат шестьдесят четыре двести сорок двести сорок квадратных метров это минимальное жилье на папа мама два ребенка ну сейчас это двести сорок квадратных метров квартира например она везде стоит достаточно денег ну да молодая семья которые только обзавелись детками проблема а вот созидательном обществе это должно быть гарантированно всем и каждому это минимум который в базе должен каждому человеку должно быть выделено ну это знаете вот минимальный стандарт больше можно меньше нельзя это будет некоторые места не хватит людей это много 8 миллиардов да у нас почти но где же набраться столько жилья чтобы всех вот расселить взяли если правильно подходить к этому а здесь вот смотрите в чем преимущество созидательного общества в том что понятия в нехватке денег нет почему все принадлежит людям даже переходном периоде в нехватке ресурсов нет потому что все принадлежит людям сейчас все ограничения все проблемы из-за того что государство между собой соревнуется на самом деле не государство алигархат который принадлежит к той группе к той стране или другой понимаете вот всегда есть малая группа людей которые считают себя государством и вот они соревнуются с другими ну как бы на благо всех людей которые проживают в той или иной стране но случае чего людьми жертвы даже не думают как расходный материал ну это правда жизни ну что не так убивают безжалостно облагают налогами вот видите обрезают там все социальные все остальные выплаты почему потому что ну это ресурс не больше а вот созидательном обществе человек это самое важное самое главное понимать по-другому быть не может вот так должно быть и вот на вот этом и идет объединение объединение на том чтобы улучшить качественно жизнь каждого из нас для того чтобы мы могли оставить нашим потомкам настоящее наследие настоящее это свобода ту свободу за которую всегда боролись за которую совершали революции за которую шли люди на революцию и умирали это ту свободу за которую вставали люди против врага за свое государство якобы они борются за свободу они спасают свое государство что получают потом давайте просто скажем они что кто-то получил свободу только те кто на вершине революции над этим вот этой волне во власть выбился вот для них условия да остальные остальные так как или еще хуже какая революция улучшила государство скажите никакая разрушением улучшить невозможно правильно правильно так вот принцип созидательного общества вначале нужно строить лучшее а потом убирать то что есть они взять развалять или там как некоторые думают что ну да созидательное общество это пришли забрали у богатых отдали бедным ну все потратили и на этом оно и становилось из твоего погреба забрали ресурсы которые у тебя там есть картошка зерно все вместе объединили и разделили поровну нет друзья это не так вот объединение еще расскажу созидательном обществе подразумевает это идейное объединение всех людей для того чтобы создать по всему миру один единственный электоральный запрос то есть для имплементации восьми основ в конституции каждой страны а после объединения ну всего человечества в едином направлении чтобы это был единый мир понимаете это мы не говорим о том вот некоторые вот разрушить страну да нет зачем разрушать страны зачем уничтожать культуры зачем убирать языки но если правильно посмотреть да должен быть один единый общий язык какой людям решать вот люди сами должны решить между собой и вся власть должна принадлежать людям вот некоторые тоже начинают говорить да но как это то что мы как мы будем там вот управлять да не будете вы управлять вы будете принимать законы те которые приемлемы вам или не приемлем но поверьте их крайне мало на сегодняшний день очень много хороших законов прописано почитайте свои конституции как вы должны жить и посмотрите по факту как вы живете разница существенно ну что не так да ну да это касается всех стран и всех людей в этом мире а в созидательном обществе законы должны исполняться опять кем исполняться всеми нами каждым и вот мы принимаем законы которые влияют на нашу жизнь сами понимаете вот если нужно где-то что-то изменить это современными технологиями займет ну пять минут может быть раз в месяц прочитать за против принять закон проголосовать понимаете всех делов вот это ключевое тоже интересно что вы говорили про то что есть законы и они уже прописаны то есть сознание возникает какая мысль что нужно сверх на голову вообще там что-то поменять кардинальное раз вот это созидательное общество значит на уровне там законодательство но уже что-то такое ввести то есть это единичные какие-то 8 основ 8 основ в принципе все прописано уже для начала опять-таки созидательное общество должно при своей реализации скажем так опираться в первую очередь на законы законы любой страны на международные законы на все остальное мы не должны нарушать никаких законодательных актов подактов или еще что-то не должно быть никакой агрессии никаких разрушений ничего этого не должно быть почему любое разрушение мы разрушаем свой дом любое противостояние это противостояние между собой это друг с друга противостояние это глупо и неправильно понимаете в этом смысл всего лишь нужно достучаться до людей которые о созидательном обществе ничего не слышали не знают рассказать и пояснить что такое созидательное общество в действительности если люди хотят они присоединяются к проекту дальше просто-напросто когда идет превалирующее большинство по всему миру людей желающих построить созидательное общество ну скажем происходит единый электоральный запрос да и все но в случае необходимости можно проведение референдумов там много это когда юристы решат как правильно и как в законе и по закону все это можно сделать понимаете но это должно быть еще раз хочу сказать и пояснить прежде чем навязывать созидательное общество кому бы то не было надо понять что оно должно быть выгодно и еще раз скажу очень приемлемо для всех и для каждого понимаете и для тех кто сейчас у власти они должны увидеть выгоду и реальный выход из сложившейся ситуации в созидательном обществе вот вот так его надо продумывать правильно и вот так его нужно реализовывать чтобы это было выгодно олигархам чтобы это было выгодно как говорят вот теневое правительство элиты элиты и все а что они не люди подождите они же они из камня или как вот по-другому и в случае дальнейшего развития опять-таки те же климатических событий дай бог нам еще дожить до этих климатических событий на сегодняшний день геополитические события такие что может быть нам климата и бояться то не стоит правильно ну разве не так тогда а кто жить не хочет скажите кто не хочет чтобы их не дети правнуки жили что элита она не хочет этого и опять-таки вот элита и вот все на нее сваливают на элиту а давайте честно посмотрим правде в глаза говорят вот есть элита управляют миром конечно есть это правда есть и управляют миром и слава богу представьте если бы их не было что было бы мы в потребительском формате и без хоть каких-то рамок управления вот чисто рыночные отношения без глобальных интересов ну скажем каких-то групп мы уже давно перебили друг друга понимаете ну разве не так ну да поэтому надо сказать спасибо еще что они есть и что мир хоть немного упорядочен на сегодняшний день это смотрите что происходит войны переделы ну это естественно когда ослабляется знаете один царь сразу хочет другой царь занять его место и положение это естественно в природе тысячи лет такое было опять-таки все хотят иметь страну такую мощную огромную чтобы она была самая сильная отстроить империю или восстановить империю давайте посмотрим историю всегда было масса различных у нас империи и римские каких только не было да ну вот некоторые мечтают обратно восстанавливать эти империи это хорошо в потребительском формате это правильно и хорошо страна должна быть сильная мощная конкурентоспособна и чем больше на ней территории людей тем больше и шире возможность я ничего плохого в этом не вижу в потребительском формате кто за это не борется на сегодняшний день не будем перечислять но все скажем так так же если мы посмотрим даже средства массовой информации постоянно ну тех кто хоть какую-то возможность имеют те борются за будущее опять-таки за будущее своей страны ну друзья давайте задумаемся может быть нам надо подумать о своем личном будущем а вот здесь парадокс созидательное общество оно объединяет весь мир делает весь мир единым большой семьей но созидательное общество для всех и для каждого понимать вот чем парадокс созидательного общества оно для всех нас но в то же время для тебя мой друг в первую очередь это тот формат который может сделать твою жизнь прекрасной счастливой и абсолютно безопасной и самое главное единственный вариант приемлемый еще расскажу для всех нас это тот формат созидательного общества в котором мы можем найти что и как противопоставить климатическим изменениям в реальность и в реальности сможем сохранить нашу планету и наши жизни вместе с вами друзья жизнь каждого из нас так стоит этим заниматься или не стоит и вот вы знаете на сегодняшний день масса людей понимая это и знает ну скажем людей умных грамотных в первую очередь и не безразличных не безразличных собственной жизни не безразличных жизни своих родных и близких своих друзей вот они в первую очередь зная и понимая что происходит с климатом в действительности даже не с политикой даже не с экономикой с климатом и понимая все угрозы которые надвигаются и которые на сегодняшний день катастрофически влияют на геополитику влияют на бизнес и приводят к серьезным столкновениям на уровне геополитики и тому подобное и понимают что еще чуть-чуть и будет гораздо хуже ситуации везде кризисы они будут прогрессировать остановить их будет невозможно понимая зная это вот они присоединяются созидательным обществом в первую очередь понимать почему потому что грамотные умные люди ну давайте же все умнеть хватит перекладывать ответственность на кого-то понимаете этим перекладыванием ответственности на кого-то мы лишаем себя будущего в первую очередь себя это не за горами то о чем мы говорим и времени действительно как татьяна сказала не сильно много у нас мы не хотим называть даты мы не хотим пугать хотя это все давно просчитано и все это известно и в действительности скажем так те кто уже родились они до совершеннолетия могут не дожить об этом стоит задуматься понимаете от нас с вами зависит доживут они или нет есть за что бороться разве не так да я понимаю на сегодняшний день много вопросов у людей возникает много непонимания есть каких-то вопросах именно относящихся к созидательному обществу вот друзья вот для чего мы все собираемся скажем так ну в этом проекте вот простой вопрос как раз для того чтобы все эти непонимания убрать понимаете созидательное общество это прежде всего но это это ты мой друг вот мы и миллионы других людей к сожалению не миллиарды хотя хотелось бы чтобы уже были миллиард ну слава богу что миллионы можно пробовать разъяснять все таки вот эти непонимания для того чтобы все вместе нужно думать не просто присоединяется но еще и думать как что улучшить как что сделать сейчас перед нами стоит одна очень простая задача информирование это самый сложный период он самый затяжной дальше все будет идти очень быстро если мы этого захотим нас и гор михалович некоторые люди говорят что то мы только информируем но они уже живут созидательном обществе у них семья у них жилье у них other не община больше что они уже построили созидательное общество в малом и мне только говорим лжицы и фантазирует вот эти люди которые говорят что не уже живут созидательном обществе они думают если они создали Свой биосад, у них хорошая семья, они не зависят от внешнего мира, они в безопасности, да? Да-да-да. Простой пример. Ядерная война. Их не зацепит? Конечно. Они выживут, да? То есть, друзья, подумайте, как они в своём биосфере будут существовать при ядерной войне. А при климатических изменениях, которые развиваются с каждым днём, они их не цепляют, нет? А кризисы другие тоже к ним не относятся? Так адолиат. Преступность, голод и всё остальное. Это эгоисты, надеющиеся на то, что если они изолировались, создали себе что-то, то остальное их не волнует. Понимаете? Да-да-да. А на самом деле, я скажу, это самые трусливые и подлые люди. И это правда. Почему? Они со страху бросают всех. Понимаете? Вот как отщепенцы, знаете, вот… Изолировались. Просто. Вот представьте, я скажу просто, можно грубо, но просто. Урод в семье настолько эгоистичный, что он уходит от семьи, говорит, я вас знать не хочу, вы вот нехорошие, а я себе построю сейчас домик с огородиком, буду выращивать себе, буду жить, а вы хотите голодайте, хотите что хотите делайте. То есть это действительно отщепенец от семьи. А из-за чего? Из-за страха на самом деле, из-за того, что чувствует собственную беспомощность. И вместо того, чтобы стать как герой, глаза посмотреть проблемы и начать её решать. Правильно? Как вот миллионы людей на сегодняшний день в Созидательном обществе. Нет, они изолируются, они убегают. Ну там тоже такое по-другому, когда бизнесмене, и как-то говорит, ну пусть вы построите Созидательное общество. А как вы хотите решить проблемы, то все будем собираться, перегласывать что-то там, решить. Это будет очень медленно происходить, а нам нужно будет что-то сделать. Я понял вопрос. То есть у нас есть вопрос, который нужно срочно решить. Ну, к примеру, вопрос логистики, связанный с тем, что мы вырастили урожай, его нужно правильно распределить или куда-то перевести. И вот мы все должны миром собраться и заниматься решением этого вопроса. Или нам необходимо отстроить какие-то заводы, и вот мы должны собраться и это решать. Но я скажу так, я в этом участвовать не буду. Почему? Я не разбираюсь в логистике, честно говорю. Я не разбираюсь в строительстве заводов, понимаете? Что мне делать там? Кто этим должен заниматься? Этим должны заниматься специалисты. Так же, как специалисты должны заниматься именно специалисты экономикой и планированием экономики. А экономика должна быть планируема прежде всего. Почему? Потому что она имеет огромное преимущество перед спонтанными решениями, понимаете? Вот сегодня нам не хватает пшеницы, ну значит, надо за неё… Вот в рыночной экономике это может быть. А в нормальном государстве даже всё должно планироваться и на годы вперёд, потому что здесь огромное преимущество. А в созидательном обществе, естественно, мы должны учитывать количество людей, что им необходимо, какого качества, и качество должно быть наивысшего, опять-таки, потому что это для людей. И вот мы должны создавать законы с вами, друзья. Это то, что мы должны, в которых должно быть прописано, что наши продукты должны быть наивысшего качества, что наша медицина должна быть наивысшего качества для всех и каждого, одинаковая во всём мире. И вот не должно быть такого, что ребёнок заболел, а в государстве денег нет, и родители вынуждены собирать деньги и ехать в другую страну его лечить. Ведь это происходит. Такого не должно быть. Не должно быть того, что, извините, молодая семья, им жить негде, да? Они живут с родителями или ещё где-то, создавая дискомфорт какой-то. Или вынуждены где-то ссымать жильё, большую часть заработанных денег платить за жильё и голодать сами. То есть это в этом мире, в нашем. Это вроде как нормально в нашем мире. А в действительности вы хотите, чтобы так жили ваши дети, ваши внуки? Не хотите. Я тоже не хочу. Поэтому что нужно? Нужно, чтобы государство, вернее, это не государство, это общество. Государством это не назовёшь, созидательное общество. Это сообщество. Но люди решат, как это назвать, как оно должно называться будет потом. Так вот, чтобы в этом созидательном обществе твоему ребёнку, друг мой, было гарантировано минимум 60 квадратных метров только за то, что он родился. А вот всем остальным должны заниматься специалисты, в буквальном смысле слова. Экономисты экономикой, строители строительством. Всё будет на своих местах. Я проще скажу, не должна кухарка править страной. И остальные тоже, не имеющие отношения к управлению страной. Да, люди могут научиться всему, я согласен. Но, понимаете, в потребительском формате человек может стать тираном, просто окружив себя, своими друзьями, создав им хорошие условия, выгодные для того, чтобы тиран существовал, и поставить их на руководящие должности армии, службами различными, и всё. И ничего не сделаешь. И никто ничего не может. А люди беззащитны перед ним. Он в созидательном обществе такого не может быть. Правильно? Да, должен быть управленческий аппарат. Это люди, которых общество нанимает на работу. Но оно же их и контролирует. Понимаете? И по-другому быть не может. Любые какие-то коррупционные схемы или что-то человек сделал не так, он за это должен ответить перед всем обществом. Почему? Потому что он нанёс вред обществу. Это невозможно. А вот такой, Игорь Михайлович, вопрос. Те, кто сейчас находится у власти или тех, кто сейчас являются высокопоставленными, скажем так, политиками и тому подобное, будут ли они нести ответственность в созидательном обществе за те действия и за те решения, может быть, за свои ошибки, которые они сейчас принимают в потребительском формате общества? Знаешь, на сегодняшний день есть люди, которые должны ответить перед всем обществом. Они это заслужили. Но, конечно, они этого делать не будут. Почему? Потому что если подходить вот в таком ключе, как ты говоришь, то тогда все мы должны ответить. Потому что потребительский формат именно мы формируем с вами, друзья. И каждый из нас несёт ответственность за то, что есть тиран в нашей стране или в любой другой стране. Каждый из нас несёт ответственность за то, что убивают детей, неважно, война, маньяки или ещё что-то, потому что нет безопасности, нет защиты наших людей, детей и нас самих в том числе. Каждый из нас несёт ответственность за то, что в этом мире есть голодные, есть нуждающиеся. Каждый. И каждый должен за это ответить. В таком случае. Может, давайте сделаем общую амнистию и начнём вот с белого листа, наше будущее. Но в нём, зная и понимая все слабости человеческие, мы пропишем законы так, чтобы никто из нас не смог выйти за эти рамки человечности, чтобы мы не скатились опять до потребительского формата, где главенствуют звери бесчеловечности. Может быть, так лучше сделать? Да. Правильно? А то, что было, то было. Ну на сегодняшний день это есть. Но надеюсь, если мы захотим с вами, друзья мои, то всё изменится. И то, что есть, оно станет нашим прошлым. И это может произойти очень быстро и очень скоро. Правильно? Да, конечно. По факту мешает нам что-то? Ничего. Тут только мы должны захотеть и сделать это. Просто не сидеть и просто делать, действовать. И вот многие хотят действовать, но не понимают, как и что. Да, информирование. Всеми любыми возможными законными, ещё раз подчёркиваю, не нарушая ничьи права никого, не обижая при этом, информировать о Созидательном обществе. Только так. Правильно? Я так понял. Один там просто у нас в офисе, когда смотрим с окна, там строят дом. И они его строят уже более чем год. Они только основные там здания делают. Уже год. А дом должен, там 11 этажей должны построить до конца этого года. То значит, это информирование, это фундамент. Поэтому он происходит так долго, чтобы и то, что построено на этом, стояло просто хорошо и навсегда. Навсегда. Да. Почему? Потому что, опять-таки, Созидательное общество создаёт условия для того, чтобы наше общество стало цивилизацией. Цивилизация, мы часто говорим «цивилизация», «наша цивилизация», «прошлая цивилизация». Да никогда мы не были цивилизацией, понимаете? Цивилизация, если она образуется, она образуется навсегда. Цивилизация — это объединение всех людей. Действительно, единение в одной идее. Это отсутствие власти, в первую очередь. Не может быть цивилизация, где существуют нецивилизованные методы. А власть, любая власть, любого человека над любыми другими людьми — это нецивилизованное решение. Управление? Да, конечно, должно быть. Опять-таки, почему человек, специалист должен делать то, что он умеет? Это правильно. Ну да. Если мы будем заниматься всем подряд, мы ничем не будем заниматься. Мы просто вымрем, правильно? А для того, чтобы оно всё было организовано и правильно, должны заниматься этими делами специалисты. И те же правители, которые сейчас у нас, они имеют колоссальный опыт, и они могут его использовать на благо людей. Вы думаете, они не хотят? Хотят. Правда хотят. Просто они не понимают преимущества те, которые они получат в Созидательном обществе. Они не понимают те преимущества, которые получат их дети в Созидательном обществе. Ведь что человеку надо по факту? Понятно, в потребительском формате надо быть богаче, чтобы как-то выживать, что-то иметь. Вот поэтому многие совершают такие бесчеловечные постуки для того, чтобы обрести хоть что-то и оставить наследие. Ну знаете, на сегодняшний день, я скажу проще, а зачем и кому это наследие? Понимаете, это как ограничение капитализации. Понимаете, ну вот я проще скажу. Да, если у человека много денег, и он как бы при построении Созидательного общества, он должен ограничиться, я не знаю, это люди должны решать, какой суммой, какой должен быть потолок. Ну скажем проще, 10 миллионов долларов. Ну вроде, если у человека миллиарды, а его ограничивают 10 миллионами и тому подобное. Но, ребята, это только на переходной период. Ведь он очень быстро пройдёт, и деньги вообще перестанут существовать в Созидательном обществе. Это, знаете, как пережиток нашей современности, где деньги — это глава всему, и все мы боремся за них. Потому что это то, за что мы можем обменять себе какие-то блага. А когда у тебя есть все блага, зачем тебе эти деньги? Простой вопрос. А то, что деньги скоро исчезнут, ребят, я вам честно говорю, так будет. Вопрос лишь в том, как? Путём перехода, да, с потребительского формата в Созидательное, а потом с развитием Созидательного общества, и просто деньги не нужны? Или другим путём, когда они просто не нужны будут, некому и нечего будет покупать? А то, что это будет, я же говорю, сейчас только глупый человек этого не понимает на самом деле. Извините, что говорю прямо, потому что время такое. Посмотрите на улицу, откройте глаза, гляньте на прогрессию. Ещё раз говорю, посмотрите на прогрессию, посчитайте. Возьмите линейку, калькулятор, и вы всё сами поймёте. И вы считаете, когда будет всё. Вот очень важное понимание того, что деньги существуют только в переходном периоде, потому что мы тоже с друзьями обсуждали по поводу того, что многие говорят, что деньги — это инструмент эксплуатации. И вот вы говорите про Созидательное общество, а денег будет не должно, никакой оплаты труда будет не должно, потому что пока есть деньги, есть эксплуатация одних людей. Другие власти человека над человеком, конечно, тот, у кого деньги есть, над тем, у кого нет. Но опять-таки почему в переходной период должны оставаться деньги? Почему? Потому что мы, извините, 6 тысяч лет нас разделяли, нас научили, как жить в Росе, нас научили, как зарабатывать деньги немыслимыми, бесчеловечными способами, но в то же время нас приучили к деньгам. Нам понятна эта форма. Мы не можем её сразу взять и исключить. Почему? Потому что у нас нет опыта. Но когда мы сформируем этот опыт, это может быть довольно короткий промежуток времени, что деньги могут просуществовать 5 лет, я образно говорю, может, 10. Всё от нас зависит, друзья. Но не больше. Почему? Это бессмысленно. Я вам просто объясню. На сегодняшний день существует масса технологий, уже существуют, но их невозможно реализовать в потребительском формате, которые сделают нашу жизнь такой, которую даже фантасты не описывали. Просто деньги они ни к чему будут, понимаете? Ну просто ни к чему. Что нам дают деньги? Одежду, да? Что они там ещё дают? Препитание, ну какое-то баловство, ну даже… Иерархия. Иерархия. Иерархия исчезает сразу. Это Созидательное общество, все равны. Какой бы начальник ни был, он на работе исполняет свою работу, и ничем его работа не отличается от дворника. Ответственности больше. Значит, наказания больше может быть. Но дворник тоже делает наш мир прекрасным и чистым. Понимаете, вот сейчас у нас разделение есть. Дворник и министр. Знаешь, разница есть. Почему? Министр — это власть. Он пишет законы. Он управляет жизнями людей. А там, извините, жизнями людей управляют люди. Вот этот дворник, он управляет жизнью, в том числе и того министра. Разницу понимаете? А человек, идя на работу, скажем, по современному аналогу, министерское кресло, то есть он управляет инфраструктурой какой-то или ещё чем-то, не знаю, строительством, сельским хозяйством. Это тот человек, который разбирается в сельском хозяйстве. И вот кто-то должен, естественно, координировать эти действия. И он уже не министр, а координатор. Он просто ответственно выполняет свою работу, но абсолютно прозрачно и за ним наблюдает и видит все. Даже в то время, когда будут ещё существовать в переходном периоде деньги, всё равно, извините, вот на сегодняшний день есть… Возьмём тот же МЦК, да, «Восход», он создавался как раз для переходного периода в Созидательном обществе. Почему? Это система, способная контролировать всех и каждого, каждую копейку по всему миру. То есть система способна обслуживать не отдельно взятое государство, а весь мир, все государства. И никто, ни один человек не сможет ни украсть, ни обмануть, ничего не сможет. Это действительно так. Достаточно подключить эту систему, и все мы становимся честные и порядочные люди. Это одна сторона. Другая сторона — бедных и нищих не будет. Понимаете? То есть есть базовый доход, который выделяется всем по праву. Всё остальное, излишки, мы идём и зарабатываем то, что хотим. Что это означает? Опять-таки у человека должно быть жильё? Должно. Оно должно быть прекрасным, а не плохим. Понимаете? Ну кому-то мало 60 квадратных метров, он хочет 600 квадратных метров. Ну хочет человек. Он хочет, чтобы у него там золотой унитаз стоял. Ну если он хочет, да пусть будет, пусть зарабатывает. Ему достаточно пойти на работу и заработать, но труд должен оплачиваться по-другому. Опять-таки. Опять-таки, должен человек платить в квартире за газ, за свет, за всё остальное? Да нет, конечно, потому что это ресурсы, принадлежащие нам. Правильно? То есть это те ресурсы, которые не принадлежат какому-то олигарху, которые нам продают их за столько, за сколько хочет. Это наше общее достояние всех и каждого на этой планете. Поэтому это всё должно быть у нас бесплатно. Ну некоторые скажут, ну это же дорого и тому подобное. И вот здесь, ребят, простой ответ. 60 квадратных метров, если у нас на человека, к примеру, его квартира, он вообще за неё ничего платить не должен. Но пока существуют деньги, естественно, там за уборку территории тому же дворнику, он должен что-то давать. Ну как по-другому? Со своего базового дохода, того, которому ему выдаётся общество. А вот этот базовый доход, он должен включать в себя всё. Понимаете? То есть должно быть достаточно на питание, на еду, на развлечения и даже на автомобиль. Не люксового класса, а среднего. Хороший автомобиль, чтобы человек чувствовал себя нормальным, достойным человека. Понимаете? И это то, что должно бесплатно даваться. Но хочет человек себе побольше дома. И хочет уже ездить, извините, не… Ну давайте проведём аналог современного, скажем, корейского автомобиля. Он хочет ездить на Мерседесе, к примеру, и жить в доме 600 квадратных метров. Извините, вот за 600 квадратных метров, за электричество, по себестоимости, подчёркиваю, он должен всё оплачивать. Почему? Потому что это излишек, правильно? В переходном периоде. И вот здесь мы привыкнем к тому, что надо за излишек платить, но зато ты имеешь больше там, ну не знаю, собственный гольф, не знаю там, или что ещё там. Может, у тебя, как вы говорили, хобби, ты любишь убираться. Да. Тебе нужны большие квадратуры. Ну может быть. Если человек встал с утра 60 квадратных метров, он убрал за 5 минут, а он привык каждое утро 2 часа убирать, понимаешь, только полы мыть. Поэтому ему нужен большой дом. Ну бывает всякое, никто же не привыкнет. Это всё правильно и нормально, понимаете. Но опять-таки, если человек себе построил дом или купил, никто не имеет права с него взять налог за его собственность. Собственность, она подразумевает как раз собственность. Это твоё личное, и как можно брать налог за моё личное или за автомобиль. Выделило тебе его там сообщество, или ты купил автомобиль, ты его уже приобрёл у производителя, на этом все заработали, сообщество, конечно, тоже заработало. Понятно. То есть деньги распределились, и ты должен за это платить налог. Ну в некоторых странах это есть. Это смешно, понимаете. Это вот бесправие людей и постоянно, ну скажем так, усугубление потребительского формата, где некоторым всегда всё мало и мало. В потребительском формате никогда денег не хватит ни государству, ни управителям, а уж людям, тем более живущим, в эти государства. А в созидательном обществе, поверьте, хватит всем с излишком, всего, даже в переходном периоде. Да, вы там столкнулись вот этим восходом. И там люди задавают вопрос, что как мы хотим гарантировать, что вот те, которые будут следить за восходом, не будут его использовать против человечества? МЦК «Восход» имеется в виду? Да, да, да. Ребята, в потребительском формате никто не даст никакой гарантии. Почему? Потому что это инструмент. На сегодняшний день его просто пугаются все. Почему? Простой пример. Чё греха таить-то? Да, спрашивали за него. Ну, скажем, даже если первые лица государства, они заинтересованы, может быть, знаете, как, всё-таки хоть инструмент, как для себя, то есть такая бюрократическая прослойка между народом и правителем. Вот она всегда против. Почему? Потому что мутные воды, там вся коррупция, всё воровство и происходит. Воруют столько, что в любой стране. И здесь появляется система, позволяющая выявить любого коррупционера, любые схемы и всё остальное. Ну, естественно, этого не хотят. Конечно же, правильно? Но, с одной стороны, это хорошо для государства. Оно может сэкономить там огромные деньги, эти деньги перенаправить на созидательное там какое-то направление или в социальное развитие там в том же государстве. Всё великолепно. Но этот же инструмент первое лицо может использовать и для того, чтобы сделать действительно по-настоящему такой тоталитарный режим. Почему? Потому что никто никуда не уйдёт. Он может знать о всём, о каждой копейке и о каждом, кто что украл и где у кого. А это значит контролировать всё и всех. Конечно, это может быть инструментом усиления власти, чьей-то. Но это в потребительском формате. Извините, а в созидательном как? Ну там выявляются только те, кто действительно пытается на переходном периоде, пока есть деньги, нарушить какую-то законодательство. По привычке, знаете, ещё же формат. Но мы только вот сейчас мы в потребительском формате, завтра мы, представьте, мы перешли в созидательный формат. А привычка воровать-то осталась. Но жили мы так. Но это же правда. Мы привыкли к коррупции. Приходит человек, я ему что, должен бумажку бесплатно подписать, если я коррупционер? Ну пока же оно ещё… А здесь, оказывается, подписал бумажку за денежку, и всё. То есть отчасти это воспитательный такой момент. Ну да, 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 конечно. Но в созидательном обществе просто никто не сможет его использовать во вред человечеству или во вред сообщества, понимаешь. То есть он и создавался для созидательного общества на переходной период для того, чтобы гораздо быстрее адаптировать людей. Ведь кто совершает и почему совершаются преступления? В надежде на то, что не будет наказания. Понимаешь? Если человек гарантированно знает, что наказание неизбежно, преступления не будет, но это мы говорим только о МЦК «Восход», но есть же и другие системы, которые многие скажут, «Как вы будете бороться с преступностью?» Друзья мои, поверьте, технологии не стоят на месте. И в созидательном обществе будут технологии, а гарантированно будут, подчёркиваю, гарантированно будут в созидательном обществе, сразу как только мы в него войдём. Это технологии, которые не позволят совершить любое преступление и при этом остаться безнаказанным. Это технологии, которые позволят видеть человека в любом месте, всех подряд, и никто никуда не исчезнет бесследно, понимаете? Это не значит, что будет тоталитарная слежка за всеми и за каждым. Но найти любого 6 секунд, потому что все видны, мы же люди. Так же самое наказание будет неизбежным. Ну зачем нарушать? Зачем совершать преступление, заведомо зная, что ты делаешь? Значит, ты идёшь против сообщества. Так же же? Ещё, Игорь Михайлович, люди искренне опасаются, чтобы не повторить судьбу Атлантиды, когда был Эль, потому что люди тоже строили созидательный формат общества и где-то допустили ошибку на каком-то этапе. Власть оставили. Понимаете, вот в чём была беда? Оставили власть. Ну вот на сегодняшний день, если мы рассмотрим, вот давайте мы с вами сыграем в одну игру, да, и вот нашим друзьям предлагаем, давайте попробуем ответить. Глобальное правительство, да, вот единое глобальное правительство мировое, то, о котором много говорят, знаете, об котором вот уже уши прожужжали, против которого… Элита стремится к этому. Да, вот все выступают, вот элита стремится и тому подобное. Хорошо это или плохо? Да. Вот ответьте, вот хорошо или плохо, вот честно. Одно правительство, да? единое мировое правительство. Это глобализация, да. Глобализация. Хорошо или плохо? Люди пугаются, и часто глобализация боятся. Ну хорошо оно. Хорошо. Вот почему люди пугаются, и почему хорошо? Ну потому что они сравнивают это как новый всемирный порядок, или? Да. Да, это новый мировой порядок, конечно. Да, да, да. И они сравнивают, что это тоже созидательное общество, это сокращение населения. Так, стой, подождите. Давайте, вот мы всё спутали. Да. Созидательное общество, там по-любому будет единое мировое управление. Но это координация действий, друзья мои. Это люди без власти, потому что власть у вас. Это… Но кто-то должен координировать. Давайте опять вернёмся к тому, о чём мы говорили, чтобы было понятно нашим друзьям. Да, да, да. Кто-то должен координировать, сколько пшеницы должны мы выращивать на этой планете, чтобы всем всего хватило. На печенюшки вашим деткам, ну нам на бутерброд с утра, да? Кто-то должен рассчитывать? Да. Должен. Кто-то должен рассчитывать, сколько нам нужно, давайте возьмём проще, шляп. Мы должны знать, сколько шляп нам надо, даже если мы не носим. А кто-то должен рассчитывать, сколько нам нужно верхней одежды, сколько нам каких-то нужно кроссовок, там и тому подобное. Единая плановая экономика, да. Тоже больницы. Единая плановая экономика, правильно. Мы ещё не подошли, это я хотел так долго-долго к этому пройти. Там больницы, школы, там образование, всё остальное. Правильно. Единая плановая экономика. Кто-то должен этим заниматься? Должен. А кто этим должен заниматься? Специалисты. Те люди, которые в этом разбираются. А кто, извините, лучше разбирается, чем те, кто управляет сейчас огромными странами? Вот их опыт, он колоссальный, и он может пригодиться. Вот сейчас некоторые скажут, коррупционеров взяли и поставили. Они уже себя плохо зарекомендовали. Конечно. Ну сейчас же мы же как, мы все подчиняемся власти, мы её любим, но мы все её ненавидим потихоньку. Потому что или завидуем, или чем-то недовольны. Ну так же ж, мы же люди, у нас полно противоречий. И вот здесь опять мы взяли старых коррупционеров и поставили у власти. Не у власти, и не в управление, а в координацию. Управление, ну естественно, да, скажем так, управление той или иной отрасли. Временно, пока есть деньги, ну да, что-то могут попытаться, но давайте не забывать об МЦК, о восходе и о других системах, которые просто этого не позволят. Это первое. Второе. Ему это не нужно будет. Поверьте. Только прошла амнистия, да? Ну всех мы как бы и себя в первую очередь мы простили, начали жить по-новому. У человека есть всё. Вот просто есть всё. Плюс шикарная, прекрасная работа, где он может показать себя как специалист, делая то, что необходимо всем и каждому из нас, за что мы будем все действительно благодарны. Ну вот разве мы можем не отблагодарить человека, который создаст систему образования колоссальную для наших детей, правильно? Везде, по всему миру. Это важно. Подчёркиваю, почему? Потому что вот сегодня мы находимся в этой стране. Наши дети вот в этой стране пошли учиться. Завтра мы переезжаем в другую страну. Почему? Мы захотели, мы вольные люди. Это созидательное общество. И наш ребёнок должен пойти точно такой же класс. А система везде одна, но лучшая в мире. Но кто-то же должен решить, какая система наилучшая в мире. Какую школу искать? Друзья мои, конечно. Друзья мои, или мы с вами сядем и начнём договариваться. Если мы с вами сядем и начнём решать, не имеющее, вот я имею в виду, мы с вами, это не имеющее отношение к педагогике вообще. Понимаете? Я вот в медицине всю жизнь пробыл. Я тоже не разбираюсь. Да, Роберт, в бизнесе и тому подобное. И сейчас мы начнём решать, как вот учить людей, детей вернее. Мы нарешаем. Во-первых, мы решать будем пару столетий. Во-вторых, мы нарешаем такого, что не приведи Господь. Ну что, не так? Да. Так. Поэтому лучше взять готовых специалистов, обладающих колоссальным опытом, и тех, кто стремится и хочет помочь человечеству. И опять-таки он старый коррупционер. У него всё есть. В Созидательном обществе всё ему предоставляется, скажем, ему и его детям. Но он хочет чуть-чуть лучше. А в связи с его работой он имеет право зарабатывать, извините, на таком посту достаточно даже в переходном периоде. Ну пусть человек зарабатывает. Во-первых, он заработает достаточно для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, по привычке даже берём, да? Ну гораздо меньше, чем бы он украл или растрынкал вот в потребительском формате. Ну так же ж. То есть это нам выгодно. А в первую очередь надо смотреть на что? На КПД и выгоду. Правильно? А какие ещё преимущества в глобализации? Подожди, вот с чего мы начали? С того, что это вот в Созидательном обществе единое глобальное управление. Ну опять-таки координация, скажу, а не управление, но без власти. То есть они не могут принять решения, которые бы ущемили наши права. Они не могут принять решения, которые бы заставили нас убивать друг друга и тому подобное. И они не могут принять решения те, которые бы сделали нас бедней или сделали нашу жизнь хуже. Но они обязаны принять решения те, которые сделают нашу жизнь лучше, которые сделают нашу жизнь прекрасней. Вот в чём их задача будет. То есть с точностью да наоборот. Вот как сейчас, а это, представьте, с точностью наоборот. И все будут рады. И опять-таки мы будем благодарить этих людей. Но это не единое мировое правительство. Разница здесь огромная. Почему? Потому что они не обладают властью. Хорошо. Есть другой вариант. Берём просто вот это нашумевшее единое мировое правительство в потребительском формате. Да? Да. Вот хорошо это или плохо? Давайте представим. Есть у нас множество стран сейчас, множество правителей. Все мы живём, соревнуемся друг с другом, воюем за всё на свете. Ну хотим быть один круче другого. Это понятно. А теперь мы все объединились. То есть нашлись люди, которые смогли нас всех заставить объединиться. И у нас одно правительство. Хорошо это или плохо? Смотрю, какие цели. Да, почему? Мы можем ходить, строимся, петь гимны. Не хотелось петь. Или ходить с телевизором или ещё что-то. Понимаете? Вот некоторые скажут, почему с телевизором? Ну чтобы смотреть передачи нашего любимого и достопочтенного правителя. Понимаете? Ну чтобы мы имел… Эля. Нашего эля, да. Да, да. Ну что, не так? Да. Может же это быть? Может такое быть. Легко. Это единое мировое правительство, когда один человек решает всё. А зная человеческую психику, зная человеческие слабости, мы прекрасно понимаем, что в нём возродится дракон. Как только человек дорывается до власти, он перестаёт быть человеком. Это действительно, чем выше власть, тем меньше в нём человеческого. Он начинает думать масштабами, отрываясь от людей, ему кажется, что он уже в облаках. А представьте, когда человек вообще на вершине власти всего мира, насколько вот у него сорвёт крышу. Безнаказанность. Вначале это будет интересно, и он попытается сделать что-то хорошее. Ведь в истории Эль так же поступал. Но потом ему становится скучно, и он начинает развлекаться. И вот это — погибель всего человечества. Это неизбежно, если будет вот такая вот система. Правильно? Да. Ну а если придут хорошие люди, достойные, хорошие люди, которые начнут заботиться о всём человечестве? Это хорошо или плохо? В потребительском формате. В потребительском формате. Знаешь, что он даёт? Вот сейчас многие начнут ругаться. А я объясню, что это альтернатива созидательному обществу. Почему? У нас нет другой альтернативы. Понимаете? Вот на самом деле единственная альтернатива созидательному обществу для того, чтобы сохранился наш мир, сохранилось наше будущее. Понимаешь? Ну что мы смогли с тобой, скажем, в 1937 году попить чайку? Понимаешь? Или Новый год встретить с 1937 на 1938 год, например. Ну это же прекрасно, интересно. Смотри, какие цифры красивые. Ну ты бы хотела встретить ещё? Имеешь же возможность. Правильно? Вот для того, чтобы это было, должна быть ещё и альтернатива. Ну если они захотели созидательное общество. Люди не хотят, чтобы всё было хорошо. Да? Они хотят… Эла. …жить в потребительском формате. Вот ничего не менять. Тогда единственный вариант — это вот как раз единое мировое правительство. Почему? Ресурсы все в их руках, деньги все в их руках. И они отдают приказы, а мы все их исполняем. Только они смогут собрать весь научный потенциал и все ресурсы для того, чтобы противопоставить. Во-первых, найти, что противопоставить, что влияет и как влияет климат. На самом деле изучить эту проблему, ну некоторые скажут, что она ясно-понятна, неясна и непонятна, друзья мои. Это серьёзно и глобально. И надо найти возможность, что и как противопоставить. Для того, чтобы мир остался и сохранился, чтобы мы с вами остались на этой планетке. Оно того стоит. И когда вопрос идёт, жить или умереть, ну я думаю, даже лучше жить, даже если и аль будет. Знаешь, почему? Ну шанс же прожить какое-то время хотя бы. Пролонгировать жизнь даже на год — это много значит. А если пролонгировать на много веков вперёд, жизнь всего человечества, разве это плохо? Ну благо у нас сохраняется ещё альтернатива построения именно Созидательного общества. Созидательного общества, да. Как вариант. Ну потому что всё-таки глобальные элитры нацелены на сокращение населения, скорее всего. Первое, что будет сделано, — это сокращение населения. Скажем так, 15 из 16 как минимум должны перестать существовать. Но здесь вопрос лишь в том, друзья мои, куда ты попадёшь? Ты будешь 16-й или ты попадёшь в те 15? Ну так же ж? Это для того, чтобы хоть как-то сформировался хоть какой-то симбиоз человечества с нашей планетой. Ну симбиоза не получится, но хоть бы вреда меньше было. Это минимум, что нужно сделать. Но человечество-то сохранится. Ну так же ж? Ну уже лучше, чем ничего. Огромные плюсы от этого есть. Во-первых, прекращаются все войны сразу. Почему? Воевать некому, не с кем. Начнётся наведение порядка. Наука, наверное, тоже как-то развиваться. Но всё то, что лежит в схронах и на сегодняшний день не может реализовываться в потребительском формате данного строя, оно всё начнёт развиваться. Всплеск науки гарантирован. Причём те же технологии, что и в созидательном обществе, то и при Единомировом правительстве практически все же, те же будут, скажем, доступны для людей. Это много значит, это серьёзные прорывы. Единственное, что власти у вас не будет, ну и понятно, что жить под диктатурой, а может быть оно и лучше, понимаешь? Люди же привыкли перекладывать ответственность на кого-то. А здесь есть на кого переложить ответственность. Будет тот, кто будет заботиться о нас. Может быть, это тоже вариант, да? Сидим, ничего не делаем. Во-первых, смотрите, нам не надо ничего делать. Ну да. Нам не надо тратить личное время, личные средства на то, чтобы строить созидательное общество. Ещё. Нам не надо убеждать тех, кто не хочет даже слышать о созидательном обществе, рассказывать, что тебе, друг мой, это выгодно. Мы за тебя боремся, друг мой. Так вот услышали. Ну зачем нам это рассказывать? А так мы сидим спокойно, ждём, надеемся. Самое интересное, что при построении созидательного общества и информировании людям, по сути, тоже ничего не нужно делать, кроме того, чтобы информировать. Вот многим кажется, что это так как-то там сложно, что это прям… А на самом деле ты сидишь за круглым столом со своими родными, расскажи, просто нужно самому понять вот эти преимущества и рассказать, и нет никаких проблем с нехваткой времени или ещё чем-то. То есть это очень просто. Вот в чём основная беда? Вот как вы думаете, ну так скажем? Наши непонимания усложняют ещё как-то. Наши непонимания. Сознание всё усложняет, всё хочет прям… Если это прям конкретно с потребительского формата на созидательное, значит, нужно стопроцентно что-то прям поменять кардинально. То есть она не понимает, что это некоторые законодательные шаги, которые… их немного, но они меняют… Ну с другой стороны, понимаешь, да, меняют. Но здесь, опять-таки, это накладывает и на нас ответственность, понимаешь? То есть вот само созидательное общество. Нам нельзя будет никого грабить, убивать, понимаешь? То есть ну как-то придётся быть человеком, да? Но людям хочется быть людьми. Может, это их сдерживает. Тогда есть альтернатива — единое мировое правительство. Многие люди шли в бизнес, многие люди шли в науку. Тоже изначально, когда они выбирали там науку или бизнес, шли с хорошими, классными мотивами. Но они сталкиваются с тем, что есть другие правила игры. Правила игры, да. Они совершенно другие правила игры. И ну вот ты как замкнут реально в какую-то игру компьютерную, где тебе приходится играть по вот этим правилам. И по сути все ресурсы людей тратятся на то, чтобы они соперничали друг с другом, вставляли палки в колёса. О каком развитии общества может быть речь? Это же правила игры, которые формировались и существуют уже 6000 лет, понимаешь? То есть сейчас изменить что-то в бизнесе невозможно. По этим правилам живут все. Если ты начнёшь менять, то ты разоришься. Ну так же? Да. Невозможно что-то изменить в политике, потому что ты будешь белая ворона тебя выгонивать. В жизни невозможно что-то привносить хорошее безнаказанно, скажем так. В потребительском формате нереально, да? Но мы-то точно это знаем, да? Понятно, что в Созидательном обществе всё будет по-другому. Сотрудничество людей. Да, но люди привыкли, привычка и лень что-то сделать. Ведь ничего нас не держит. По факту наша глупость, тупость и лень — это единственные, скажем, три кита, на которых застопорилось продвижение Созидательного общества таких, скажем, в очень быстрых и стремительных масштабах. Ведь за два года можно было бы, чтобы у нас было не миллионы, друзья, а миллиарды уже, да? И мы бы уже могли создавать такой электоральный запрос, уже думать о том, как наши страны будут переходить на Созидательное развитие. Правильно? Уже бы не было бы войн, уже бы не было никакого беспредела, даже за два года. Но за это время мы познакомились с непониманиями, которые есть у людей, и с этими возражениями, которые у них встречаются. Понимаешь, Татьяна, эти непонимания и возражения, они существуют на протяжении шести тысяч лет. Эти же непонимания возникали у людей, ну скажем, давай немножко отойдём, извините, друзья, с Созидательного общества, немножко вот в религиозную тематику. Разве не об этом говорили пророки, которые приходили сюда? Они все говорили о Созидательном обществе, в действительности об этом, ну и плюс с Духовным уклоном. Ну почему мы не живём в Созидательном обществе? Но ведь Созидательное общество позволяет, в принципе, привнести и определённую чистоту в те религии, которые есть, и исполнить мечту пророков. Вот. Вот так мы и поступаем. Когда вот раз и ушли вопросом на вопрос. Всё просто. На самом деле, друзья, всё просто. Если откинуть баловство, откинуть все эти глупости, все вот эти вот навязанные нам шаблоны, то Созидательное общество построить очень-очень легко. Разве не так? И в действительности мы должны были жить уже давным-давно в нём. Вот Татьяна не ответила на вопрос, почему, когда приходили пророки, они приносили вместе со Знаниями, они приносили Знания о Созидательном обществе. А последний пророк, вот так говорят, печать всех пророков, он чуть ли не прямо об этом толковал. То есть всё, что он говорил, это всё имеет прямое отношение к Созидательному обществу, к построению. Почему его не сделали? И вот простой вопрос. Что помешало? И опять эти три кита. Наша тупость, наша лень. Всё как всегда. Переложение ответственности. Обязательно, конечно. Мы хотим, чтобы кто-то сделал. В природе в жизни. Жили мы хорошо, понимаете? Но если мы, друзья, хотим выжить, а вопрос стоит сейчас действительно о выживании всего человечества, это не шутка, это правда. И вот для того, чтобы мы выжили, у нас есть выбор. Знаете, или построить Созидательное общество, это надо прикладывать усилия. Да, нужно информировать, разговаривать с людьми, общаться, доказывать. Самому надо учиться, изучать, что такое Созидательное общество, доносить до других. Их информирование. Самый тяжёлый этап, как сказал Роберт, это фундамент, на котором будет выстраиваться всё здание. Поэтому он и долго делается. А есть другой вариант. Ну, скажем, один вариант, мы ничего не делаем вообще, и потребительский формат существует, ну пока мы не перестанем существовать. Или же, скажем, мы поддержим, нам достаточно всего лишь поддержать Единое мировое правительство. И в принципе там смогут этот вопрос решить. Смогут технологии, все ресурсы в одних руках. Не исключаем, что они тоже решат, и мы сможем существовать. Тоже же вариант? Недолго. Почему недолго? Ну я так скажу, это могут быть столетия. Это вот в потребительском формате при едином управлении, едином мировом правительстве жизнь всего человечества может пролонгироваться на сотни лет. На сотни. Это сохранение потребительского формата. А вот как дальше оно пойдёт, ну здесь надо уже иметь голову, иметь, ну скажем, хотя бы немножечко желание просчитать и посмотреть, как будет себя вести это Единое мировое правительство. Всё-таки хотелось бы исполнить мечту пророков. И построить созидательную обществу. И построить мир, где люди всё-таки свободны. Для будущего течения, да. И вот смотрите, мы все хотим свободы, мы все хотим счастья для себя, для своей семьи, для своих родных и близких. Мы все готовы за это, скажем так, предложить максимум усилий. Многие за это готовы умереть. Так же ж? Да. Да. Блин, выполнить первый шаг, первое, ну самое первое, что необходимо, это информирование. Нам лень. Ну конечно. И вот как решить этот парадокс? Да, как? Просто открыть губу и говорить. Просто ничего сложного в этом нет. Абсолютно. Я встречусь с друзьями, тоже на работе, и они, а я не понимаю, я не знаю как, что. Ну я поддерживаю, я говорю, а сколько твоих друзей уже знает о созидательном обществе, о тишина? А как им сказать? Ну просто скажи, как ты хочешь жить. Или они ждут, когда будет выгодно для них присоединиться. Сколько вас? Совершенно правильно. Сколько вас? А, да, это вопрос. А, еще нет, я подожду, я подожду, еще немножко можно в будущем. Вот когда мы увидим, что созидательное общество развилось настолько, что нас по всему миру превалирующее большинство. И вот тогда они начнут подключаться все, да? Ну тогда они уже вообще не нужны для их подключения, и голос уже ничего не решает. Ну так же? Да. То есть если… Ну естественно, по праву выбора большинство решает за меньшинство, поэтому большинство мы можем, скажем, создавать электоральный запрос и, ну в общем-то, и развивать созидательное общество дальше без них. Правильно? Поэтому люди должны сами продумать, как правильно это все развивать, как стимулировать людей. Ну все вместе, а как по-другому? Мы все живем в этом мире, мы все заложники этой ситуации. Все, кто понимает, что такое созидательное общество, и все, кто понимает обреченность потребительского формата, ну всем нам и надо решать, как дальше развивать и как находить таки выход, казалось бы, из такой вот ситуации, в которой сложно его найти, да, вот как сейчас, как проинформировать всех людей. На самом деле, друзья, очень просто, очень просто. Но приложить, скажем, внимание собственное к данному вопросу было бы хорошо всем и каждому. Так. То есть совместно мы бы нашли еще массу других путей, те, которых мы сами не знаем на сегодняшний день. Не знаем еще, да. Правильно? Да. Потому что люди встретятся там на кофе попить или что. О чем они говорят? О чем угодно? О проблемах сейчас. О проблемах, о чего-то. Вот смотрите, все говорят о проблемах. Да. А если мы будем говорить о перспективах? Да. Прекрасно. Разве это вот? Разница огромная. Конечно. Рассказывать о перспективах и о тех, которые реальные перспективы. И завтра это может все быть нашей реальностью. Да. Ну это же тоже вариант. Да, конечно. Вот смотрите, друзья, очень просто и многое решается, если у нас есть желание, если мы правильно вкладываем свое внимание в нужную цель. Правильно? Так. Так в чем проблема в распределении нашего внимания? Правильно? Да. Если мы действительно чего-то хотим, то мы это сможем. Надо просто вкладывать внимание в это. Совершенно правильно, друзья. Не бояться. И не бояться. Да. Так что, друзья, перестаньте бояться, и все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, что сегодня приехали к нам. Очень большое спасибо. Вам спасибо, Игорь Михайлович, за все знания, за все, потому что, когда вы мне сказали о Созидательном обществе, мы бы не знали, что можно жить по-другому, что мы можем построить. Я не уверена. Или если бы мы знали об этом? Знали, и много раз об этом говорили здесь. Просто понимаете, в чем беда? Беда в том, что мы, как человечество, имеем слишком короткую память и слишком большие желания и амбиции. Но это тоже хорошо. Давайте наше желание и амбиции мы направим в нужную сторону, в создание Созидательного общества. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.